Всем привет, с вами Лилия Донскова. И сегодня у нас с вами такая неформальная встреча. Я хочу вам рассказать, как я занимаюсь ежедневно, как я делаю упражнения для того, чтобы суставы и спина были сильные, стройные, легкие. И чтобы вы чувствовали, то есть не вы, чтобы я делаю это для себя, чтобы чувствовать себя здоровее, моложе и такой рыдкой, энергичной. И я это всегда начинаю делать с утра. То есть любая гимнастика лучше всего ее делать с утра, чтобы разбудить тело. Я вам сейчас покажу комплекс, буду делать по одному подходу, чтобы вы просто поняли, как это делать. А потом вы делаете уже по своим ощущениям, то есть сколько ваше тело требует, сколько просит. Потому что у меня бывает иногда утренние тренировки всего 15 минут. А бывает, что я 40 минут занимаюсь, потому что прям хочется растянуться, прогреть, проработать все тело. Я заметила, что чем холоднее, тем дольше идет тренировка. Это очень согревает. Ну что, поехали? Первое, что мы делаем, это сначала просто нужно встряхнуть, то есть поработать телом, подвигать ножками. То есть вот прям вот только аккуратненько, чтобы себе ничего не вывихнуть. То есть встряхнулись. Потом очень важно следить за тем, чтобы была не прогнута спина, а следите, подворачивайте немножко копчик и следите, чтобы пресс держал спинку, да, осанку, чтобы не было таких вот прогибов, перегибов. И всегда вы должны чувствовать свое тело, чтобы не было боли. Ни в коем случае не доводите до того, что вам становится больно или некомфортно. То есть все нужно делать по своим ощущениям, чтобы было просто классно и хорошо. Итак, подкрутил копчик, встали ровненько, ноги как будто бы вросли. То есть ноги – это опора. Я всегда себе представляю, как будто бы я дерево, пустила корни, я укоренилась, да, то есть стою крепко, то есть в любых позах, там когда на одной ноге наклоны и так далее. То есть важно чувствовать все тело. И здесь вы отстроили позицию, немножко присогнули колени, и я всегда закрываю глаза и делаю такие вот сбрасывания. То есть руки свободно болтыхаются, и как бы такой сброс идет. Все тело протряхивается. То есть несколько таких вот по ощущениям делаем встряхиваний. Потряслись. Вот. И я в первую очередь начинаю с приветствия солнцу. То есть это комплекс из нескольких таких прикольных движений. Сейчас покажу. То есть стали ровненько, отстроились, руки собрали вместе. Еще напоминаю, что все упражнения, то есть если мы делаем какие-то свернутые позы, мы выдыхаем, если развернутые, то мы вдыхаем. И на вдохе мы раскрываемся. На выдохе складка. Левую ногу отводим назад. Отстроили позу, укрепились. То есть я стою четко. И вот тут важно, чтобы таз был не вот так развернут, потому что тут же пойдете отстраивать, чтобы таз был ровный. Складываем ручки. Это удобная поза. Почувствуйте, как растягивается поверхность бедра передняя. Опускаемся на левое колено, а правую ногу выпрямляем и растягиваем заднюю поверхность. То есть это особенно подколенные вот эти сухожилия, они очень плохо тянутся, мы их растягиваем аккуратненько, то есть чтобы это только не было больно. Мягко, нежненько. Можно себя вот так похлопать. В каждой позиции вы задерживаете столько, сколько вам хочется. Потому что иногда бывает прям хочется посидеть в этой позе, и тянут, и прочувствовать все. Возвращаемся. И отходим ногу назад. Делаем вот такую вот складочку, называется собака мордой вниз. Голова. Это продолжение позвоночника. Постояли. Планку. На выдохе опустили. И опять собака мордка вниз. И пяточку здесь мы делаем такие перескипы. Перешагиваем. И также растягиваем заднюю поверхность ноги. И очень классная поза. Такая вот притянуть живот к коленям. И тянемся, 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 тянемся. Все. Теперь у нас вперед уходит левая нога. И мы повторяем эту позицию. Укрепились. Развернули глаз. Тручки сложили. Опять. Переступили на правое колено. Левую ногу выпрямили. И растягиваем заднюю поверхность ноги. Очень кайфово. Так приятненько. Потянули. И теперь мы просто пришагиваем одну ногу в другой. И повисли. Просто расстарабились, повисели. И на вдохе нужно поднимать себя. То есть не усилиями мышц, а воздухом. Как бы наполняясь воздухом, мы распрямляемся. То есть как шланг, который вот пустой лежал. Он такой расслабленный. И в него пускают воду. И он поднимается, поднимается, понимается. И распрямился. Вот представьте, что вы такой шланг, который воздухом наполняется как водой. То есть мы висим и начинаем вдыхать. Это вот полный комплекс. Он называется «Конка для Солнца». Его выполняют в некоторых разных интерпретациях. Но я для себя вот этот выбрала. Мне он очень нравится. Комфортный. Я его делаю примерно до 10 раз. То есть весь комплекс от 5 до 10 раз. Бывает 15. То есть по состоянию. Далее, что я делаю. Это после того, как я комплекс проделала. Можно проработать суставы. Шеи, рук, плечевой пояс. И тоже много разных есть вариаций. Я делаю самые простые. Например, на шею. На вдохе прямо. На выдохе поворот. И стараюсь посмотреть как можно дальше. То есть не слишком тянуть, потому что можно, чтобы мышцы не заклинут. То есть аккуратненько, нежненько. Следите все время за осанкой. Следующее. То есть тянем ухо к плечу. Мы не поднимаем второе плечо. То есть плечи всегда одинаковые. Работает только шея. И очень прикольное упражнение. Когда мы поворачиваем голову в сторону. Пускаем и делаем такой прокат. Опять же. Вдыхаем. На выдохе прокатываем. То есть несколько движений по ощущению. Потом разрабатываем ручки. То есть у нас кисти рук, локтевые, плечевые все суставы. То есть ставим ручки. И просто делаем такие. Или вот так. Ручки туда-сюда, туда-сюда. Потом очень хорошее упражнение. Руки ставим параллельно к полу. И вот так вот. Прокручиваем кисти. Работаем с кистями. В эту сторону. В эту. Работали. Перекрестили. И делаем бульворот. То есть разрабатываем, протягиваем все суставы. Все сухожилия. Что-то все хорошо работало. Все двигало. Сделали. Подняли. Смотрите. Также позиции все четко. Ровненькие. Ставим идеальные. Копчик повернутый. И вот тут мы уходим чуть-чуть в сторону. Как бы натягиваемся от по боковой поверхности ноги. Через бок. Уходим чуть в сторону. Как бы в небо. Возвращаемся. В другую сторону. Распустились. И то же самое делаем. Раз. Два. И в другую. В другой перекрест. Уже растягивается другая рука сверху. Тоже я делаю где-то 8-10 раз с каждой рукой. И опять то же самое. Отстроились. И потянулись. И разводим руки в стороны. Пальцы спрячем в кулачок. И работаем. Работаем как мельнички. И в другую сторону. Отлично. Есть очень хорошее упражнение для плечевых суставов. Их очень трудно было потянуть. Но это упражнение вам точно понравится. Для этого мы ложимся. Вот это очень важно. Я покажу на одной стороне. И руки кладем вот так вот. Вытянулись. И аккуратно переворачиваемся. Вы видите, что тянется вот эта вся поверхность суставов. Чтобы не было больно. Лежим, кайфуем. Ручкой помогаем. Можно развернуться. Если позволяет растяжка, да, то мы тянемся. Тянемся. Если не позволяет, то просто лежим. Должно быть комфортно. Руки плавненько раскручиваемся. Раскручиваемся. Руки вверх потянулись. Держим такого сфинкса. И ту руку, которую мы сейчас затянули, мы ее просовываем перпендикулярно телу. Просунули. Смотрим, чтобы нигде ничего не пережималось. И плечом положимся на локоть. На локтевой сгиб. И лежим. Теперь у нас в обратную сторону тянется ручка. Раскручиваемся. Вытянулись. Все. Это вот то, что я делаю с руками, с плечевым поясом. Далее можно также позаниматься с ногами. То есть очень много есть интересных упражнений для проработки ног. Я вам сейчас покажу несколько, которые я особенно люблю. То есть мы садимся просто так вперед. Ножки вытягиваем. Попочку вынимаем. Чтобы спинка держалась ровно. И делаем очень простое упражнение. Здесь мы берем одну ножку, сгибаем. Но сидим мы на попке. Выпрямляем. Сгибаем. То есть видите, тянется вот эта вся поверхность. Работает коленочка. Расправляется ступня. Так на каждую ногу по 8 раз. Весело и легко. Делаем и улыбаемся. Всегда все с дыханием делать. Я сейчас говорю, я не очень слежу за дыханием. Оно даже немножко сбивается. Вообще все с дыханием. То есть на вдохах, на выдохах. Легче управлять телом. Лучше его чувствуешь. Следующее упражнение. Такая лягушка. То есть раз. Работают у нас уже мышцы внутреннего. Называется лягушки. Да, чтобы сидеть. И следите за спинкой. То есть чуть-чуть отгонились назад. Поставьте ручки на пальцы. То есть не на ладонях вот так, чтобы вы сидели. А следите за спиной. Раз. Потом выше. Насколько позволяет растяжка. Так. Еще хорошее упражнение. Проработать. С мобилем. То есть мы берем ногу. Также следим за осанкой. И вот так вот крутим. То есть мы сейчас разрабатываем вот эти вот места, чтобы хорошо ходить, чтобы походка была красивая, легкая. Прокрутили. Следующая. Так по 10 раз в каждую сторону делаем. 8-10 раз. Так. Сейчас еще вспомню, какие у меня любимые упражнения. Не надо. Так. Аж подзабыла. Ну, может быть я запишу еще одно видео, в котором я покажу более подробно, как работать с нижней частью, потому что здесь очень много упражнений. Кстати, очень люблю вот такое упражнение, которое прям рекомендую делать всем, потому что внутренне поверхность выбрали стянуть. Потому что, то есть мы встаем, ноги намного шире плеть. И аккуратненько делаем такие перекаты. То есть мы попу не поднимаем, она у нас параллельно полу двигается. О, у нас петухи запели. Ну, вот так. Вот. Показала вам свои секретики. Надеюсь, вам это поможет. Но даже если вы будете делать вот только комплекс приветствия солнцу, вы сразу заметите, какая станет ровная спинка. Как будет легко, комфортно, и весь день будет просто вот такой классный. Пробуйте и пишите мне в комментариях, как у вас получается.